Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Что я говорила людям, когда рассказываю о призме? Во-первых, я показываю демонстрацию экрана. И если взять, что у меня последняя транзакция была почти в 4 часа ночи, я включаю время и показываю, что сейчас полчетвертого дня. Прошло 12 часов и у меня намайнилось 6 монет. Делаю скрин. Ок. И затем начинаю рассказывать. Во-первых, я сбрасываю человеку вот эту страничку, для того, чтобы он изучил о маркетинг именно по майнингу. И затем я говорю, чтобы перешли, нажав вот на эту кнопку, белая книга, чтобы прочитали этот документ. Прежде чем куда-то регистрироваться, вы должны знать, куда вы регистрируетесь, что вам даст эта площадка. В этом документе вы узнаете, что такое призме. Это стопроцентная proof of stake криптовалюта, основанная на ядре NEXT, на языке Ява. Изучите этот документ сами и заставьте изучить человека, которого вы приглашаете. Он должен сам сделать свой выбор и принять свое решение. Как говорится, с этой мыслью нужно переспать. Призм – это децентрализованная криптовалюта, и она имеет дополнительные преимущества, как парамайнинг. Парамайнинга нет ни в одной из существующих криптовалют. И читаем, что такое парамайнинг, чем он выгоден и чем он отличается от майнинга других монет. Что означают монеты призм? Первоначальная эмиссия – 10 миллионов призм. Монеты были выпущены и созданы с созданием блока Генезиса. Первый блок в цепочке блоков. Затем я показываю, что такое блокчейн, где указано количество ваших призм на вашем кошельке. Блокчейн подключается, когда у вас на кошельке более тысячи монет. На моем канале есть ролик, как подключить блокчейн. Вы можете скачать ноду этого блокчейна к себе на свой компьютер. И тогда у вас будет возможность зарабатывать еще на форжинге. Затем я сбрасываю вот эту ссылочку на криптомаркет, где зарегистрированы, в принципе, все монеты. Здесь показано, какие монеты входят в первую сотку после биткоина. Когда мы в поисковике здесь пишем призм, и вот он здесь выходит, наш призм. Смотрим, значит, что на криптомаркете он у нас есть. И вот то, что я вам сейчас зачитала. Цена одного призм на сегодня 1 доллар 0.9 цента. На данный момент призм зарегистрирован на двух мониторинговых площадках. Как на криптомаркет, так и на битскринер. С официально признанными криптовалютами. Заостряю ваше внимание. Если на криптомаркет зарегистрированы, мы можем увидеть практически все криптовалюты, то на битскринер только официально признанные. И когда мы переходим вот по этой ссылке, то мы с вами видим, что призм здесь присутствует. Здесь мы видим, на каких биржах торгуется на сегодняшний день призм. Также мы можем отследить здесь, сколько стоил призм. Цена его была 2.73, 2.89. Это было 29 августа 2017 года. Сейчас 1 доллар 10 центов. Сейчас заключается договор еще с четырьмя биржами. По истечению года, как призм подал заявку, это будет где-то в мае-апреле, мы здесь с вами увидим и на этой площадке, и на этой, что призм будет торговаться на таких крупных биржах, как Poloniex и Bittrex. За время беседы я несколько раз открываю свой кошелек и показываю, сколько монет намайнилось за то время, пока я разговариваю с этим человеком. Также я выставляю тот скрин, который я сделала в начале ролика и показываю. Посмотрите, видите, ничего из транзакций здесь не изменилось. А вот монет на парамайнинге стало на 3 монеты больше. Время, конечно, сейчас уже полдвенадцатого ночи. Ролики снимаю с большими перерывами, потому что на это есть определенные причины. И одна из самых больших причин, самых главных причин, это, конечно же, переговоры в скайпе. Звонки, ответы на вопросы. Поэтому и возникла такая необходимость сделать именно этот ролик, чтобы каждый сам знал, что и в какой последовательности разговаривать с людьми, которых вы приглашаете. Затем я рассказываю о маркетинге майнинга. Для того, чтобы дать людям понять, сколько они могут намайнить монет с той или другой суммы, которая находится у них на кошельках. И с того объема, который находится в структуре у последователей, которые под ними в глубину на 888 уровней. Именно для этого я сделала вот такую таблицу. Ссылки все будут в описании под роликом. И тут я показываю, сколько у меня на кошельке. Здесь я вставляю эту сумму. Сюда я вставляю процент. Как пользоваться таблицей есть в ролике. И смотрим, значит, у меня более 1000 призм у кошельки. В структуре у меня более 10 000 призм. Значит, мой процент 0,4248. Вставляю сюда 0,4248. И видим, что за первый день у меня майница 12,65 призм. Один призм, мы с вами знаем, равен 1 доллару. Значит, в первый день у меня майница 12,65 центов в долларах. И за 10 дней, итого, вот с этой суммы получается майница 128, почти 129 призм. Советую вам скачать эту таблицу, разобраться в ней, чтобы вы могли донести до своих людей нужную информацию. Итак, я делаю в чате отчет последних в конце каждого дня. Человек, который заходит в чат, читает условия чата. Что ему нужно сделать? Также здесь есть все картинки, которые нужны для того, чтобы правильно зарегистрироваться. Главное при регистрации не потерять вот этот ключ. Самая первая строчка, которая вам выходит. Скопировали ее и зафиксировали на каком-то текстовом документе. Не держите этот ключ на компьютере. Все должно быть на флешке или на каком-то другом носителе. И только после этого вы нажимаете «Sync». Затем вводите свой код, заходите в свой кабинет. Затем вот здесь у вас будет кнопочка «Edit» – это «Выйти». Вы выходите из этого кабинета и потом нажимаете «Sync» – «Войти». «Sync in» – «Войти» и вставляете вот в эту пустую строчку то, что вы скопировали. Зайдите несколько раз и сверьте тот ли у вас адрес, вот там сиреневая строчка, вот за этим будет сиреневая строчка, ваш адрес вашего кошелька. В тот ли кошелек вы заходите. Чтобы вы и сами поняли, что вот эта вот сумма 128.98 – это ваш пассивный доход за 10 дней. И вот каким вы хотите видеть здесь пассивный доход, то есть столько призм вы и приобретаете, пока они еще по одному доллару. Но зависит не только от этой суммы, которую вы инвестировали. Все еще зависит от того, сколько призм в вашей структуре, количество монет в вашей структуре. У меня на данный момент более 10 тысяч, поэтому включился парамайнинг с умножителем 2.36. Далее вы должны объяснить людям, что не нужно приглашать бабушек, дедушек, мужа, жену, внуков и правнуков. Это не даст вам большого пассивного дохода. Это только его уменьшит. А почему? Сейчас мы с вами разберемся. Вот, например, это вы. Вы зарегистрировали в своей цепочке 888 человек. Вот это ваша цепочка. Например, после 200 человек у вас вот здесь появился Коля. Еще через 600 человек, значит, появилась Маша. У них у каждого своя цепочка. 888 человек. И у Маши тоже. От этого человека другая цепочка. То есть от каждого человека 888 человек. То есть если в вашей цепочке будут бабушки и дедушки, и они займут место для крупного инвестора, который может зарегистрироваться 889 номером. Вот придет человек после вот этого человека и внесет 25 тысяч призм. И они уже, эти 25 тысяч призм, не войдут в ваш объем. Они будут уже за вашей цепочкой. Цепочки будут продолжаться дальше и дальше еще. Но в объем они уже лично в ваш, они не входят. Этот человек лично никакого отношения к вашему объему не имеет. Поэтому не портите себе свой коэффициент. И вот именно вот это количество призм в вашей цепочке 888 человек влияет на ваш умножитель. Чем меньше денег в вашей цепочке, тем меньше ваш умножитель. Чем больше денег в вашей цепочке, тем больше ваш умножитель. Ну и совсем для непонятливых. В парамайнинге нет партнерки. Есть ваш объем. И плюс есть объем в вашей цепочке. Рассмотрим вариант, когда у вас 1000 призм. Вы взяли и зарегистрировали себя, мужа, дочку, сына. Непонятно для чего, но вы разделили свою 1000 на 4 аккаунта. На каждом аккаунте 0,14%. И за 10 дней на каждом аккаунте вы зарабатываете 3,52 призмы за 10 дней. В итоге с 4 аккаунтов у вас получается намайнится 14,0,8 призм. Когда же, если вы положите эту же 1000 на один кошелек, то парамайнинг сразу же включается 0,18%. И за 10 дней у вас майнится 18,15 призм. На 4 призмы больше. Это мы просмотрели, если у вас нет последователей. Но если у вас объем в вашей цепочке, где вы зарегистрированы, в объеме 100,000 призм, то есть в 888 уровнях, у вас 100,000 призм. Тогда у вас включается умножитель 2,77. То есть это 0,3878. На 4 аккаунтах на каждом у вас майнится по 9,87 призм. С 4 аккаунтах это 39,48 призм. Когда же у вас лежит целая 1000 при умножителе 2,77? Это 0,4986 процентов. И у вас за 10 дней майнится 50,99 монеты. Разницу чувствуете? Ну и переходим к кульминационному моменту. В начале ролика я показывала свою сумму, которая на кошельке. 2,978,65. Вот она стоит. И процент майнинга 2,36 коэффициент в процентах 0,42-0,48. И за сутки у меня должно было намайниться 12,65. Сейчас, значит, последняя транзакция была в 3,55. Сейчас 3,40. Еще 15 минут. А у нас уже 12,52 намайнилось. Как же я люблю смотреть на этот парамайнинг. И когда перекидываешь монеты наверх сам себе. Есть у меня такой ролик. Посмотрите, как сам себе перекидывать монеты на свой баланс. Сейчас наверх поднимется 12 монет с половиной. Когда мы покупаем где-то пулы, то мы не видим, где и сколько, и чего майнется. Здесь у нас все перед глазами. Перед глазами личный печатный станок для денег. Ну вот, что и требовалось доказать. Плюс 12,70 поднялась наверх и стало 2,991,30. Сейчас 7 минут 5 утра. То есть за сутки 12,60. 65, как и положено. Не путаем. Партнерские вознаграждения есть только от обменников. Они выплачиваются только если у вас на кошельке не меньше 10 призм. И только когда ваш последователь приобретет не менее 100 призм через этот обменник на свой кошелек. Ну и это временное поощрение. А когда отменят, возможно, до нового года. Не путайте кошелек Валли призм и обменники. Это не одно и то же. Но об этом в другом ролике. Так что если вы кого-то приглашаете, тем более в свою цепочку, нет смысла приглашать менее чем на 100 призм уже в кошельке вашего последователя. На этом я прощаюсь с вами. С вами была Валентина Синема. Всем удачи. Если вам было полезно это видео, ставим лайк, подписываемся на мой канал.